Томсо, как чеченцы воспринимают за границей? Как русских или как отдельный народ? Просто за границей все, кто из России и даже СНК для них все русские. Томсо, а почему Россия не напала на Финляндию или Монголию, например? Может потому, что там не режут русских, как в Чечне, не запрещают русский язык и не делают русских людьми второго сорта, как в Украине? Работа, проводимая на данный момент Закаевым. Считаешь ли ее полезной и правильной? Я про открытие консульства Ичкерии в Украине. Смотрите, по поводу Закаева и каких-то других политических сил, политически активных людей, все то, что они делают, поднимая флаг свободной и чечении, это... Нет, здесь я оговорюсь, не все. Конечно, если они под этим флагом устраивают танцы, это нехорошо. Но если они какие-то предпринимают действия, где-то дают интервью, просто куда-то едут, с кем-то встречаются, это выкладывают, и там висит флаг свободной и чечении, это хорошо. Хорошо. И вот все наши с ними разногласия, которые мы можем внутри у себя в чеченском сообществе очень сильно друг друга критиковать, где-то даже переходить на какие-то ругательства, потом извиняться друг перед другом. Но это все происходит в рамках того, что все мы сторонники этой свободы, освобождения. Просто каждый видит там по-своему, кто-то себя видит властью, кто-то там еще кем-то, кто-то хочет этой властью стать, кто-то кого-то признает, не признает. Но надо сказать, что любое действие, где популяризируется идея независимости, в глобальном смысле это полезно. Поэтому я не... То есть те хорошие действия, которые исходят даже от тех людей, к которым у меня есть политические претензии, я не буду теперь этих действий дезавулировать. Правильно я сказал? Дезавулировать? Дезавулировать, да? Ну то есть их не признавать я не буду. Если эти действия полезны, то они полезны. Но это не лишает нас какой-то внутренней повестки, при которой мы будем друг друга очень серьезно критиковать, будем предъявлять претензии. От того, что кто-то что-то делает полезное, это не значит, что теперь к нему претензии исчезли. И то, что он делал неправильно и вредно, что это теперь все ему прощено. Конечно, нет. Мы все равно, конечно, будем об этом говорить. Но об этом мы будем говорить уже внутри такой внутренней повестки. И этот канал и эти эфиры не для этого. Для этого я создал отдельный канал, где мы будем говорить исключительно на чеченском языке. Я уже давно, правда, обещаю начать там вести эфиры, но все никак к этому не подойду. Но, безусловно, мы будем проводить эфиры на чеченском языке. Здравствуйте, уважаемые Тумсовых. Вы сказали, что хотите скрыть некие внутренние темы и обсуждать их только на чеченском языке. Но от кого вы хотите их скрыть? От ФСБ, от кадыровцев или от простых граждан? Я не сказал, что я хочу их скрыть. Это неправильная интерпретация моих слов. Я сказал, что я хочу это обсуждать, то есть внутренние чеченские темы, я хочу обсуждать на внутренней площадке, на чеченском языке. Это не те темы, в которых у нас должны быть зрители из числа нечеченцев, которые бы сидели, грызли семечки, слушали бы наши внутренние расприи и кидали бы какие-то вопросы в тему, понимаете? То есть в этих дебатах, обсуждениях должны участвовать люди заинтересованные, кого это касается, кто реально может задать какой-то правильный вопрос, а не те люди, которые в принципе не в теме, и они просто из спортивного интереса будут накидывать какие-то вопросы. Вот в чем дело. А мы от кого ничего скрывать не собираемся? Наоборот, сегодня в век информатизации что-то пытаться там скрывать, это было бы глупо. Конечно нет. И ожидать, что если ты говоришь на своем языке, все там заинтересованные люди в ФСБ, например, этого не поймут, конечно, от них там скрывать нам нечего. Все эти какие-то разговоры, дебаты, они являются публичными. Просто мы хотим, чтобы публика была правильная, заинтересованная. Это как, знаете, вот когда проходят, допустим, предвыборные дебаты, когда какие-то выборы в России проходят, и дебаты, эти дебаты их ведь не ведут на английском языке, на японском, на китайском. Их не переводят на японский, на китайский. Субтитры не делают. Потому что ни Китай, ни англоязычная аудитория не является целевой аудиторией этих выборов. Понимаете, они в этом не заинтересованы. То же самое и здесь. Томсок. Как чеченцы воспринимают за границей? Как русских или как отдельный народ? Просто за границей все, кто из России, и даже СНК для них все русские. Но пока не поймут кто ты, если ты не скажешь, что ты чеченец, то если ты просто покажешь документ, и там будет написано что-то из России, то тебя, конечно, воспримут как Раша. Но если ты скажешь, что ты чеченец, то, как правило, практически все знают, кто такие чеченцы, и знают историю про Чечню, про войну. Редко можно встретить людей, которые об этом ничего не слышали. Это обычно бывает какая-то молодежь, потому что вообще молодые ребята, они могут что-то не знать. А те, кто хоть немного были в контексте, варились, видели новости, они, конечно, бывают в курсе. И после того, как ты говоришь, что ты чечени, то никто тебя уже с Россией не ассоциирует. Потому что чеченцы, как политическая нация, имеют такую миссию на Кавказе, как турки в X веке. Только чеченцы сегодня, как народы, имеют потенциал для возрождения свободы и истины на постсоветском пространстве. Я бы такие пафосные речи не говорил. Чеченцы в рамках своего государства, своей исторической земли, пытаются реализовать свое право на самоопределение, на свою государственность. Но это никак не лишает остальные республики такого же права. И когда они будут к этому готовы, когда они захотят сделать, они тоже это реализуют. Мы со своей стороны будем только помощниками, ни в коем случае не противниками. Если дагестанцы выйдут для того, чтобы запросить Россию об освобождении Кавказа, как независимую часть чеченцев поддержит нас, вы сомневаетесь в этом, легенда? Легенда Нуриддинов. Конечно, поддержим. Ну что, а почему Россия не напала на Финляндию или Монголию, например? Может, потому что там не режут русских, как в Чечне, не запрещают русский язык и не делают русских людьми второго сорта, как в Украине? Я так понимаю, в этом вопросе есть сарказм, да? Потому что в Чечне русских не резали, а в Украине их людьми второго сорта не делали. Ведущие политики, журналисты говорили на русском языке в Украине, и с ними ничего не происходило. Но насчет Монголии и Финляндии не знаю, честно говоря. Правда ли, что все пророки до Мухаммада Мириму были великаны и гиганты, каков был их рост и года жизни? Например, Ибраим, он же Авраам Мириму. София, это немного в религиозную тему, ты уходишь, поэтому я здесь не квалифицирован отвечать на эти вопросы. Я прошу тебя задать этот вопрос где-то на религиозных площадках, там, где тебе смогут ответить квалифицированные люди. Субтитры сделал DimaTorzok